Микс Ньюс Блондинки не шутят На радио Болтком По пятницам после шести вечера Тема программы Не прячьте ваши денежки По банкам и углам Какой валюте верить? Выживут ли банки? И что у нас будет в кошельке через пять лет? Попытаемся выяснить это прямо сейчас Добрый вечер Уже шестой час Седьмой час Я опять опаздываю Город весь стоит Поэтому у вас уникальная возможность Стоя в пробке Послушать нашу программу Потому как мы сегодня попытаемся выяснить Что у нас окажется в карманах И вообще будут ли эти карманы через пять лет Потому что Тут мнения разделились Мы расскажем каким образом Говорить мы будем про Криптовалюту Что это такое С чем ее едят Как ее добывают А ее добывают именно Почему ее можно добыть только определенное количество И не центом Или не коином Как это Не токеном больше В общем Наверное сначала мы определимся С какой-то терминологией После того Как я представлю Наших сегодняшних экспертов У нас в студии сегодня Алексей Поспехов Руководитель консалтингового агентства Стартап Виза Европ Здрасте Добрый вечер Добрый вечер И по скайпу у нас Антон Меркуров Создатель крипторадио Сатоши ФМ Антон, привет Добрый вечер Да, то есть даже уже есть Радио про крипту Скоро будет Одежда про крипту Песни про крипту Наверное уже тоже есть Уже все есть Уже все есть То есть я уже Сильно-сильно опознала Я чувствую себя Очень старенькой бабушкой Продающей лучок За пять копеек Вместо того Чтобы ехать На каком-то прекрасном Белом единороге Размахивая Виртуальным кошельком В котором у меня скопилось Очень-очень много Биткоинов Давайте все-таки Действительно определимся Расскажем Нет, давайте Я сейчас не дрюсь Лена Лукьянова Должна Профессор Право, который Себя не чувствует Бабушкой Имеющей Продающей пучок укропа Который Почему-то увидел Во всем этом процессе Процесс Процесс распределения власти Процесс изменения Государств При Вот этот процесс В котором мы все еще Успеем поучаствовать Мы все это увидим И я как специалист По власти По праву Который занимается властью Его взаимоотношением С обществом Я это чувствую Поэтому я сейчас задам вам вопрос Если можно Это будет небольшой монолог Итак Власть когда-то принадлежала Либо монарху Либо подководцу Она была единоличная Она была в основном Тираническая А потом количество людей Участвующих во власти Стало увеличиваться Сначала через Беля правах Когда Группы Землевладельцев Начали Теснить Немножко монархов И до Сегодняшнего Нашего дня Когда большинство Стран в мире Это республики Или ограниченные Монархи Где мы изобрели Представительные органы Так вот На мой взгляд И эта власть заканчивается Потому что Она слишком узка И то что произошло Там 10 лет назад Когда вдруг Да Государства Они всегда Одна монополия У них оставалась Всегда безусловной Это монополия на деньги На финансы На выпуск денег И на Очень жесткое Государственное регулирование Отношения денег Какое-то общество Это стало тоже не устраивать Свободное общество И В свое время Вот этот фантом Сатоши Накамото Человек Которого Никто никогда не видел Да Хелл Фини Они Они начали Вот эту историю Которая на самом деле Не столько была Про деньги Сколько про распределение Власти В ходе Изобретения Первой криптовалюты Они еще Изобрели Гениальную штуку Которая Называется Блокчейн Которая Уже сегодня Начинает Работать Даже независимо От денег У меня Студентка моя Выиграла Конкурс Центральной Избирательной Комиссии России Написав Серьезную работу О применении Блокчейна В избирательных Системах Да И что же Будет Вот Многие У нас Голосовалка На сайте Где только 25 процентов Верят в криптовалюты Мой голос Там в этих 25 И 26 Уже 74 процента Верят в обычные Деньги И не верят В криптовалюту Вот Но 74 Верят в обычные Деньги А я утверждаю Что не пройдет И десятка лет Когда Вот эти деньги Они могут Во-первых Стать государственными Криптовалютами Это не будет Только биткоин Потому что Пузырь биткоина И сегодняшний Криптовалют Лопнет Это будут Деньги Которыми Будет Очень удобно Пользоваться В отличие от Сегодняшнего дня Государство Попробует Это все Монополизировать Все равно И мы Пройдем Через период Государственных Криптовалют А на самом деле Через 15-20 лет Мы поймем Что мы Ни черта Не знали Об экономике Экономика Будет новое Вот такой У меня Извините Непрофессиональный Но юридический Взгляд На вещи И это будет Распределением Власти Монополизм Государственный Так или иначе На финансы На выпуск денег Будет уходить И то что нам Сегодня кажется Невероятным Эти бумажки С портретами Давно ушедших Людей Или зайчик Кмансы В наших кошельках Да Или каких-то Достопримечательностей Все больше и больше Будет уходить Ну на самом деле Да Потому что процесс Который вы назвали Называется В широких кругах Четвертая промышленная Революция И он Скажем так Символизирует собой Максимальную Децентрализацию Тех процессов Управления Которые мы привыкли Потому что История про важность Криптовалюты Заключается прежде всего В том что У нее нет единого Центра эмиссии Она поддерживается Децентрализованными Нодами И соответственно Говорят Сама концепция Блокчей То есть Начнем наверное Как бы С другого У вас есть Во всех странах Есть нотариальное заверение Нотариус Ставит штамп свой На бумагу И вы ему верите Нотариус это делает На основании того Что у него есть Скажем так Доверенность От государства Исполнять такую функцию То же самое с банком Когда вы относите Деньги в банк Вы формально ему верите Что они там лежат И по вашему требованию Вы можете им распоряжаться Или вам вернуть Или не вернуть Как это часто происходит Соответственно История про блокчейн Заменяет посредника В виде Конкретного кейса Нотариуса Или в виде банка Путем шифрования Которое Невозможно В том или ином виде Подделать Тут Антон Чуть больше Деталей технических Может рассказать Но совершенно верно Было сказано Что и эти процессы Существуют Скажем так Эти процессы Существуют Параллельно И огромный интерес К криптовалюте Связан прежде всего С тем Что банки И финансовые институции Начали брать на себя Скажем так Надзорные Карательные И все остальные функции Потому что идеальная Финансовая система Должна быть абсолютно нейтральна Как у нас есть Электричество в сети Оно здесь совершенно нейтрально Оно вот у нас идет Мы можем включить Отключить пользу Отстанем Современно банковская система Не является нейтральной Есть определенные ограничения Попробуйте Отправить В Россию Из Штатов Какую-нибудь маленькую сумму 500 долларов За перевод Будет идти несколько месяцев Вы будете проносить Кучу бумаг И на этом Соответственно Вся финансовая деятельность Остановится А еще банк скажет А вот объясните нам Кому вы за что переводите Я не приму Сто процентов И естественно Люди ищут альтернативы И альтернативы Им потихонечку Начинают быть предоставлены То же самое То же самый вопрос Касается Наличных денег Потому что сейчас Большинство людей Воспринимает свою приватность Как некую данность И совершенно К ней относятся Наплевательски Последний кейс С утечкой данных У Фейсбука И других историй Показывает о том Что в общем Корпорации собирают Про вас данные Они знают про вас все И никакой анонимности Не пахнет Но впереди идет Процесс обратный Люди будут возвращать себе Собственно говоря Право владения информацией И всем остальным И вот история о том Что мы будем жить в мире Где не будет кэша Я буду проводить только карточек Либо платить через Apple Pay И они будут знать Все транзакции На самом деле Не соответствуют действительности Существует огромный тренд На анонимизацию И возврат Обычных людей Контроля На собственной информации Антон А ты как считаешь Ну ты видимо Все таки Апологет криптовалюты Раз у тебя даже есть Крипторадио А не только эта валюта Ну ты как считаешь Это двигатель прогресса Уход от зарегулированности Государственных Всеми институтами человека Или просто Очень удобный инструмент Который правда Невозможно увидеть глазами Государство устарели Да я тут сказать Соглашусь с Еленой Анатольевной Потому что Действительно Происходит сейчас Явление под названием Крах и иерархия Происходит не только В сайте там Финансов Государственной Прочем Во всем происходит Любые иерархические структуры Технические Человеческие И прочее Они падают Мы объединяемся В горизонтальные группы В какие-нибудь Не знаю чатики И решаем там Самостоятельно Свои вопросы И в том числе Криптовалюты И возможность Скажем так Оцифровать Любой предмет Чтобы можно было Гарантировать его уникальность То есть То что дает Та самая технология Блокчейн То есть Сдать какому-то предмету Какой-то номер И гарантировать Что в случае Перехода из точки А В точку Б Например Меня к вам Соответственно Это как-то где-то Прописывается Это как-то Кем-то гарантируется И собственно На самом деле Я вижу это сегодня Так как нормальное Естественное течение Времени Мы вот жили В одном мире Там были денежки Которые контролировались Там в случае Россия Эливера Сахвизаду Набиулиной Которая в общем От ее желания Исключительно От желания Одного личного человека Как бы там ни было Зависит от того Какой у нас будет курс Там вот Какой шутцовет Директоров Центробанка Такой рубль будет Каким-то более Независимым инструментом Которым собственно И случайно Абсолютно Оказался биткоин Который протестировали В прекрасных условиях А именно Наркоторговля Торговля людьми И торговля оружием То есть вот Все жулики Мира Между собой Обменялись биткоинами И выяснили Что они В безопасности И могут гарантированно Обмениваться Финансовыми советствами И так потихонечку Оно начало развиваться И вот Сейчас в том числе Развивается настолько Что у меня хватает Информации и сил Об этом каждый день И рассказывать Слушай Ну вот ты сам это упомянула Хотела тоже как раз Спросить То что все жулики Мира Перешли на биткоин Ты считаешь Что это гарантия Его качества И нужно идти За жуликами Или нужно бояться Все таки Что естественно Такую лакомую Лакуну Пока еще черную Накроет обязательно Какие-нибудь Объединившиеся Спецслужбы Мировые Реплика короткая Вот именно поэтому Государство На этой основе Что все жулики Воспользовались биткоинами И будут пытаться Сохранить монополию В том числе Через свои Криптовалюты Государственные Это будет период Но он пройдет Не стоит забывать Что самое средство Которое больше всего В мире С огромным отрывом Используется Для незаконного Финансирования терроризма Отмывания денег Покупки наркотиков Это все-таки Доллар США Ну пока еще люди Верят старую валюту И как показывает Наш опрос 74% Это в основном Конечно же То что ты можешь Потрогать И положить себе В карман Этому Ты в принципе Привык доверять Больше Но мне кажется Что это конечно же Удел Уже так скажем Это просто привычек Да Удел Людей Зашоренных Более взрослых Которые привыкли Что доллар Он поддерживается Каким-то Федрезервом Рубль поддерживается Не знаю Золотым запасом Хотя мы прекрасно понимаем Что это давно Уже не так Ну золото устарело Как эквивалент Юридически Экономически Если говорить То доллар Поддерживается Скажем так Мощь американской Экономики Где собственно говоря Федеральная резервная система Валяется кредитором Последней инстанции И может печатать его В неограниченных количествах Собственно говоря Больше ничего Ничем Не поддерживается Кроме верой Так в том-то и дело Что это та самая вера В материальность Биткоин поддерживается Технологией Которая стоит за ним Которую невозможно На текущий момент подделать И вот по сути Он обеспечен Огромной сетью Независимых Майнеров Которые обеспечивают Работоспособность В сети Вот собственно говоря Два основных отличия Я бы чуть добавил С вашего позволения Что все деньги Которые у нас сейчас есть Это просто нарисованные На экране Какие-то циферки Потому что Там пополнение Аккаунта Мобильного телефона В сети дисконтной программы Это по факту Баллы Которые как-то там Взаимозачитываются И чем они обеспечены Никто Никогда Не представляет Потому что Это все дико запутано И даже Все эксперты мира Не в состоянии разобраться Как оно работает Все эти программы Лояльности Бонусы Баллы И прочее То что у нас Отображается На самом деле Даже в банк аккаунте Это не самые Наши настоящие деньги А в случае биткоинов Это документ На несколько страниц Страница 7 По-моему Доступен По adasibitcoin.com Прочитайте И все И вы тут же поймете Где ваши денежки И вы тут же Начинаете понимать Что вот Вот эта цифровая Фигуринка Она моя Она действительно Мне принадлежит И она в безопасности Да Это очень важный пункт Потому что Когда мы говорим Про ваши деньги в банках Это безусловно Даже юридическое Обязательство банка Исполнять Ваши платежные требования Либо выдать вам наличные Но это все равно Соответственно Гарантия банка И в случае любых судебных Разбирательств Ваши деньги блокируются У вас нет к ним доступа Чего не скажешь Про криптовалюту Ну хорошо Банки говорят Ограничиваем Выплату наличных Хорошо Вот все Вы лишились Всех собственных средств Мы все лишились С криптовалютой Обратная история И у вас есть возможность Хранить ее На холодном кошельке У вас есть возможность Иметь прямого доступа И вот практически Сама прямая аналогия С кэшем У вас есть доступ Приватный ключ К вашему собственному Хранилищу денег И никто не может Вас лишить его Ну кроме как Насильственным путем А насильственным путем Это как? То есть пытать паяльник Говори мне Эти 34 цифры кода? Да Такие кейсы в России были Уже? Да Многократно Когда люди громко кричат Что у меня есть большое количество Собственно говоря Криптовалюты И безусловно Их находили И они отдавали все Что у них было Ну и то же самое Что ходить по городу И кричать То есть я только хотела сказать Ой как здорово Грабежа-то теперь не будет Есть средства защиты Многогранные Но опять-таки Надо понимать Что средства защиты Они Скажутся Средства похищения Не обязательно может быть Прямой насилие Это может быть Сициальный инженер Ну то есть аналогия такая Что криптовалюта Может быть у вас Находится на флешке Которая хранится А дальше контрбезопасность Уже зависит от того Как вы ее построили Слушайте Вот оказывается И ее тоже можно украсть Я так думала Что это как раз Тот самый инструментарий Который невозможно похитить Я думаю Антон про технические части Про украсть скажет Может больше нам расскажет Я зачем-то Почему-то не напомнила Телефоны прямого эфира 672-12-939 672-13-939 Звоните пожалуйста Верите ли вы в криптовалюту Может быть мы узнаем Кто у нас в Латвии Большой криптовалютчик И тогда Останется только узнать адрес В Латвии на самом деле Существует несколько Очень классных стартапов Не буду называть их Собственно говоря В прямом эфире Нет-нет На самом деле Это действительно достаточно Интересно-технологические решения В том числе Вот здесь на соседней улице Есть совершенно белая легальная обменка Которая получила лицензию От налоговой службы Которая может менять Совершенно в белую Наличные На криптовалюту И наоборот А как это физически происходит? Физически вы приносите им Наличные евро Вот Либо собственно говоря Вы можете оплачивать по карте Либо делать банковский перевод Указываете номер своего кошелька И они осуществляют вам перевод Юридический по договору Это покупка Соответственно говоря Digital currency И виртуальной валюты Которая легализована В Евросоюзе Да То есть я так понимаю Что криптовалюту Можно купить Совершенно легально Уже спокойно Но Точно так же Существует и мошенничество На крипторынке То есть какие-то Ну не знаю Неэтичные брокеры Которые Безусловно Все то же самое Как с обменниками В больших городах Когда ты приносишь Большую сумму наличных И кто-то растворяется Собственно говоря За дверью Все правила безопасности Так же действуют А что с налогами? С криптовалютой? Ну Taxation Without Appresentation Тут я влезу И скажу Что с налогами Надо все-таки договариваться Сейчас Все страны От США До Великобритании Пытаются Придумать Как платить налоги Как связать наши Криптовалютные кошельки С нашими счетами И вообще Как заставить людей Платить С заработных денег Которых в прошлом За прошлом году Было очень даже неплохо Заплатить какие-то денежки Так вот Мой ответ простой Фиг вам Как было написано Там Почтодиона Печкина Или у кого-то Было написано Потому что Это наше И Это Надо будет отдавать Но если мы захотим Это отдать Придется какой-то Другой диалог Вести Нежели чем Ну Заплатите налоги Спите спокойно Потому что Во многих случаях Нельзя узнать Есть ли у человека Или нет То есть государства Именно этого Больше всего И боятся Потому что Налоги нужны Им для собственного Содержания Мы продолжим Буквально через Несколько минут После перерыва Короткого Мы снова в эфире Через несколько лет Или уже живем Но только еще Пока не очень заметили Остановились мы На налоговом Обязательстве Криптовалютчиков Ну Объясните мне тогда Я не понимаю Если тебе невозможно Посчитать Проверить Сколько у тебя в кармане денег Ты сам об этом Не заявляешь Но если не дурак И не кричишь На каждом углу Сколько у тебя там Биткоинов Или еще Я так понимаю Уже несколько тысяч Каких-то названий Этих Криптовалют Биткоин просто Самое распространенное Известное Но Как Кто с тебя Может требовать налоги Ну Текущая практика Налогообложения Если говорить про Евросоюз В массе своей В основном про Германию С которой Начинают копировать Что ты платишь налоги В случае конверсии Криптовалют В настоящие фиатные деньги Ну то есть Если ты честно Показываешь Что она у тебя была И превратилась В другие деньги Здесь даже не то Что ты показываешь Что ты была Ты декларируешь факт Допустим Что ты купил по 3 Продал по 7 Вот с разницей Заплати пожар И собственно говоря Все это И вот эту разницу Конвертировал в евро Тогда нужно заплатить налог При этом нет пока Законов обязывающих Тебя это делать В Штатах все Немножко жестче Но опять таки ИРС Налоговая служба Штатов Занята именно Поиском Так сказать Там подпольных миллионеров А не поиском тех людей Которые не заплатили 200 евро С налогов Но это все Естественно возвращает Нас к самому важному моменту К тому что мы говорили В самом начале Что сейчас мы находимся В периоде Четвертой промышленной революции Когда текущие наши институции Должны отмереть Трансформироваться И возникает резонный вопрос О создании Скажем так Наднациональных Наднациональных социальных систем А кто же будет платить Депутатам Сейма? Вопрос заключается в том Какие задачи мы сможем перенести С использованием с блокчейна А какие задачи Не сможем перенести Например Есть такой известный Французский Одновременно и философ И партнер фонда The Family французского Советник французского министра Цифровых технологий Николас Коллин Он написал книгу Которая называется The Hatch В рамках нее Он описывает Как будет выглядеть Наднациональные Структуры управления Которые сейчас существуют На национальном уровне Ну вот например Как может выглядеть Пенсионное обеспечение людей Которое не привязано Собственно говоря К государству И к частному уровню Потому что например Есть прекрасная страна Аргентина Где государство Девалировало Песо на 50% Но помимо Соответственно говоря Того что в один день Национальная валюта стала меньше стоить В один день люди потеряли Свои пенсионные накопления Которым они шли 30 лет И как в будущем Будут решаться подобные задачи И они точно не будут решаться С помощью государств Они будут решаться С помощью горизонтальных объединений Это все будет соответственно говоря Иметь какой-то новый вид И дальше естественно Мы приходим к истории Связанной с налогами Потому что сама концепция налогов Как мы видим ее сейчас Она тоже безусловно умрет Будет претерпевать Будет претерпевать Какой-то скажем так Трансформацию Потому что Например Когда была Американская революция И Штаты Получили Получили Завоевали Независимость от Великобритании Корпоративный Если так можно сказать Подоходный налог За который была борьба Был порядка 2% То есть люди устроили революцию Потому что не хотели Платить соответственно говоря На 2% налог А теперь заплатите К 50% Вот Соответственно дальше Блокчейн прекрасен тем Что у вас есть определенный уровень Прозрачности Доверия И консенсуса И например Если вы кто-то Горизонтальные системы Не появились из ниоткуда Самый яркий пример Горизонтальных систем Это европейские муниципалитеты Которые существуют То есть местное самоуправление Да Абсолютно Главное Лучший способ Лучшая форма Управлять своей жизнью Своей территорией Местное самоуправление Сами разукрашиваем Свою землю За свои деньги Все равно же за свои И сейчас Для местного самоуправления Появляются более четкие Прозрачные Понятные Технологические инструменты Которые позволяют Скажем так Ну не то чтобы Проследить Скорее более Вовлечь людей В историю Про самоуправление Потому что Одна из главных Одна из главных проблем Заключается Снижение количества людей Участвующих В выборах На любом уровне Как собственно говоря На муниципальном Так может быть и на уровне страны И как собственно говоря Привлечь большое количество Молодежи и людей К принятию решения Это тоже один из путей А я бы хотела Привлечь Антона К нашей беседе Антон Скажи пожалуйста На самом деле Мы очень интересно Затронули тему Того что Новая валюта Меняет И государство Образование И скорее всего Поменяет Абсолютно все В нашем ближайшем Будущем Но на данный момент Это та валюта Которая Ну например Позволяет Уходить От ответственности Ну каким-нибудь Там мощным коррупционерам Если бы например Захарченко держал Свои миллиарды Не в квартире А в крипте Да И в общем-то И взять было бы Не на чем Ну вот тут К сожалению Пока нет Или к счастью Не знаю Для Захарченко К сожалению Для нас к счастью Объемы рынка Не такие Чтобы мощные персонажи Типа Захарченко Не могли Туда-сюда Гонять миллиардами То есть Если вам надо Миллион долларов Туда-сюда Часть границы Или как-то там Обналичить Это я не думаю Что будет проблемой Десятки миллионов Уже будут заметны Для рынка Для спецслужб Опять же За этим все следят И то есть Пока все рано То есть Проводили уже Кучу исследований Да действительно В том же Даркнете Вы можете За биткоины Купить По всей России По всему миру Любые наркотики Оружие Паспорта Документы Пожалуйста Работай А квартиру Да все Можно купить уже Все Если Продавец Готов Взять эту валюту В данном случае Биткоин Вы можете купить Все что угодно Другой вопрос Что пока Всех этих сделок Ну вот Наркотических И прочих Их что-то Таили 5 процентов Общий Там Оборотик Классива Биткоина Сегодня Это Спекулятивный Инструмент Это больше Напоминает Это не ценная Бумага Но больше Напоминает И ее И скорее Используется Для торговли И тут К сожалению Опять же Полковника Захарченко Ярды там Не прокачаешь То есть Вот нельзя Так взять Закинуть Миллиард рублей И перекинуть Куда-нибудь Себе И это будет Заметно Но это Случится Когда-нибудь Просто Потому что Столько Не существует Этих самых Ну условных Биткоинов Или почему Нет таких Объемов Денежных Вы знаете Это случится Все очень просто Что к тому моменту Когда часть Биткоина Можно будет Фигачить Миллиардами То большинство Полковников Захарченко Окажется В Лефортово Ну или где Там он положен Оказываться В подобных Случаях И с одной С другой С другой С другой Технология Нам позволяет Создавать Другие инструменты Есть много Криптовалют Которые позволяют Делать анонимные Платежи Правда и там Тоже миллиардами Не покидаешься Но пожалуйста Если там есть Миллиончик Другой Можно туда-сюда Погонять И Эта проблема С ней не могут Справиться Все документы Всех Регуляторов Всего мира От Сека До того же Там Эфсе Британского Они начинаются С словами Как регулировать Не регулируемое То есть с одной Стороны Есть желание Финансового рынка Чтобы была регуляция Чтобы все было понятно Есть желание Регуляторов Банков И прочих игроков Институциональных Скажем так Чтобы все играли По правилам А с другой Стороны Есть технология Которая позволяет нам Делать все анонимно Никому ничего не рассказывать И вообще не вмешивать никого Как это разрубит Не очень понятно Потому что никто не понимает Вообще Давайте послушаем Дозвонившегося Алло Здравствуйте Говорите Вы в эфире Добрый день Вот Очень хорошо Сказано было Спекулятивный инструмент Биткоин И все остальные Криптовалюты В настоящий момент Это Чистая вода Спекуляция Она и останется И ничем другим Кроме спекуляции Не будет Потому что Они не представляют Из себя Эквивалент Чего-либо Это даже Меньше бумажка Чем Бумажка На которой Есть знак доллара Знаешь За долларом Стоит Федеральная Лезервная система А за Биткоином Стоит Неизвестный человек Якобы Японец Который Это дело Организовал Но которого Никто не знает В том числе Уважаемые эксперты Поэтому Биткоин Это хороший Развод Лохов Которым Кто-то Заработал Кто-то Еще Заработает Но Большинство Потеряет Как на любой Другой Спекулятивном Инструменте Спасибо большое За ваше мнение Да Оно Кстати Как раз Таки Очень распространенное Многие считают Что это Типа Пирамиды МММ Слушайте Ну во-первых Когда говорят Что за Американским Долларом Стоит Федеральный Резерв Что это означает Что Федеральный Резерв Будет бесконечно Печатать Доллар И то Что ваши Доллары Будут Обесцениваться Постоянно Ну окей Да Хорошо Очень 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 Странная Позиция История Про спекуляцию Заключается Исключительно В вопросе Того Что мы Оцениваем Курс И стоимость Биткоина В долларе Можем оценивать И не знаю Как бы в дереве Или там В бриллиантах И оно может быть Как бы Ну оно может быть Абсолютно одинаково Сам Сам Процесс Построения Вопроса Он достаточно Сам и есть Спекулятивный Биткоин Обеспечен Огромной Сетью Во-первых Стоит сказать Что биткоин Это Не является Сам по себе Он не является Валютой Одновременно И средства платежа И сам платеж И собственно Сеть И ранее Не было Скажем так Таких решений Которые бы В одном лице Объединяли себя Все три Эти вещи Поэтому попытка Говорить Скажем так О новых Финансовых Структурах В старых терминах Все равно Что говорить Скажем так О ядерной физике И собственно Квантовой физике В понятиях Ньютоновской Механики Вот приблизительно Так Давайте еще послушаем Дозвонившегося Алло здравствуйте Добрый вечер Ну любая валюта Можно придумать Хоть сейчас Любую валюту Это продукт веры Понимаете И поэтому Ваша валюта Будет существовать До тех пор Пока в нее кто-то верит Я такие расчеты Слышал еще В советское время Вы знаете Вот еврейская семья Уезжала из Союза Она здесь продавала Квартиру А там в Израиле В Израиле Или в Германии Или где-то Получала за эту квартиру Деньги Уже такие были Расчеты Понимаете А тут вопрос Вашей валюты Разрешат вам ее Или не разрешат Вот А вера Я так понимаю Что мы спрашивать Не будем Спасибо большое За ваше мнение Слушайте А вот скажите Мне пожалуйста Я где-то читала Что Тот самый Пресловутый На кому-то Почему-то Решил Что вот Должно быть 21 миллион Да Или сколько-то Или 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 Нет И больше Ни в коем случае Нельзя Антон Это правда И почему Такое странное число И что тогда Будет дальше Дальше будет просто Расти пузырь Честно говоря Я не помню Почему Откуда взялось Такое красивое число 21 миллион Это имеет смысл Как любая ограниченная эмиссия Чтобы Соответственно Этот продукт Был конечен После того Как закончится Добыча Этих самых Биткоинов То соответственно Как мне кажется Актив должен Сначала расти в цене Потом как стабилизироваться Когда Ну вот как Ну вот Просто мы Опять же В уникальной истории Что условно Золото Его можно добывать Дальше Условные деньги Можно допечатать Сколько Биткоинов А тут Биткоины Будут добыты И все А вот скажи Пожалуйста Это каким образом Можно сказать Вот ребят Все 21 миллион Все Стоп Кончились Этанцы А это прописано В алгоритме То есть Опять же Почему все это Потому что Все это записано В строчках кода Все это мы можем Наблюдать онлайн То есть В военном времени Смотрите Сколько сейчас Добыты Куда что Кому послали Как что происходит Все открыто В этом как бы Весе кайф И поэтому Мы все знаем Ну и когда мы говорим Про биткоин Это не означает Что наше будущее Будет собственно Исключительно за ним Существует много Различных форков То есть Ответвлений Собственно Различных Криптовалют Вполне возможно Что появятся Какие-то совершенно Новые программные Решения Может быть завтра Может быть послезавтра Может быть через много-много лет Которые собственно Заменят Потому что на текущий момент У биткоина Есть определенные Технические Технологические ограничения Включая медленную скорость Соответственно говоря Прохождение транзакций В сети И уже есть Аналогичные решения Возможно Скажем так Валюта номер один В ближайшее время Не валютой Цифровой валютой Номер один В ближайшее время Будет какой-то Другой Какой-то другой Эфемерный продукт Давайте послушаем Еще дозвонившимся Алло Здравствуйте Добрый день Ну во-первых Пожелаю успеха Криптовалютчикам Да Большие оптимисты Эти ребята Но Немножко добавлю Скепсиса Вот меня очень Позабавило Из-за дела Во-первых Два Первое Это значит Что это четвертая Промышленная революция Но Откровенно говоря Это большая Большая доля Второе Вот Знаете Вы утверждаете Что это за Криптовалютой будущее Значит Это будут Наднациональные Какие-то построения Как центры власти Которые будут Автономны В принятии решений И регуляции Значит Каких-то Так и будет Извините Извините Сейчас есть центры Принятия решений Центры геополитического Влияния В мире Да Которые Не позволят Просто Поколебать их позиции Да они ничего Сделать не смогут Хорошее пословие Они ничего Не смогут сделать А Вот Правильно Они ничего С вами не Эти центры Не смогут сделать Минутку Минутку Значит Есть такая Значит Можно создать Вот такое Национальное Извините Миропорядок Так об этом И идет А вот об этом Мы и говорим Большое спасибо За ваше мнение И говорим о том Что меняется Миропорядок Да ведь Вы это имеете ввиду Конечно Конечно И традиционные Государства И центры Принятия решений И распределения Власти На гораздо Большое число Лиц Эти процессы Невозможно Когда говорят Что мы Мы запретим Государство Будет запрещать Криптовалюты Все равно Что сказать Что государство Может запретить Электричество Но его запретить Можно Но от этого Никуда не денется Можно запретить Точки обмена Собственно говоря Биржи Обмен Безналичные деньги Это означает Что появится Черный рынок Наличных денег В любом случае Не, ну можно же Обрезать интернет В конце концов Нельзя Нет, Антош Скажи Что меня уже Немножко начинает Бесить Но даже Не в данном эфире А вообще В дискуссии Про криптовалюту Что на самом-то деле Это не будущее А уже настоящее Конечно Если вы зайдете На условный Блумберг Там будет Условный курс Биткоина Отдельный раздел Про криптовалюту Если вы зайдете На Нью-Йорк Стокэксченч Или на Чикагскую Виржу Там можно купить Фьючерсы На биткоин Пожалуйста Если вы туда зайдете Сюда зайдете Вы точно Наткнетесь Или на слово Криптовалюта Или на слово Блокчейн То что это пока Вот не стало Не развернулось Так как нам всем Хочется Чтобы все таки А, о, круто Там миллион долларов Это просто вопрос Своей имени На самом-то деле Все уже случилось Просто некоторые Упертые Не хотят признавать Что вот оно наступило Будущее Оно к сожалению Вот такое Оно наступило Почему к сожалению Сказали Раньше деревья Были зеленее И вообще Как бы раньше Было лучше И вообще В Советском Союзе Было хорошо Как любят Слушай, но я так понимаю Что ты криптовалюту Прикупил Поэтому тебе можно Так сильно Не сожалеть О том Что раньше Деревья были большие Я этим пользуюсь Каждый день Вот сегодня У меня Какие криптовалюты Все это работает Уже хорошо Быстро Мгновенно Мне кажется Дико удобно Что можно так делать И есть куча Хороших историй Вот пожалуйста Для фонда Подаю жизнь Мы собрали больше Скоро 200 будет биткоинов Вот на благие дела Собрали деньги Они тратятся На детишек Больных раком То есть опять же Не везде есть наркотики Не везде есть отмывание денег Для этого есть куча способов Сделать что-то хорошее И как-то полезно Этим пользоваться И оно уже есть Да Давайте послушаем Еще дозвонившуюся Алло Здравствуйте Говорите Добрый вечер А у меня вопрос К вам есть Я вот знаете Не бизнесмен Не спекулянт Не покупаю Не продаю Скажите пожалуйста На каком Латвийском предприятии Можно заработать Биткоин Или хотя бы Сатоша Вот в Болткоме Платят биткоинами Зарплату или нет Нам вообще Не платят зарплату В Болткоме Я знаю что Я знаю что Я знаю что Ярболтик была Одной из первых Авиакомпаний в Европе Которая принимала Начала принимать оплату Собственно говоря В криптовалютах Хотя это просто Был платежный шлюз И решение Они получали деньги В итоге Собственно говоря В евро Но тем не менее Нет, это было возможно сделать. Более того, в Риге есть несколько баров, которые еще несколько лет назад первые повесили у себя вывеской, что мы здесь принимаем биткоин, и можно расплатиться. Обидно, наверное. Он же так быстро растет, и какими-то совершенно феерическими темпами. Ты заплатил вчера за Маргариту в баре биткоином, а завтра эта Маргарита начала стоить в 500 раз дороже. Он как растет, так и падает. Поэтому, да, волатильность большая. И, безусловно, с экономической точки зрения, любое средство расчетов, которое имеет большую волатильность, не является, скажем так, самым удобным. Ну, на первые, по-моему, с майниной биткоины была куплена пицца. Сейчас бы она стоила адских денег, эта пицца. Я правильно понимаю? Ну, знаете, это все равно, что говорить о том, как покупали землю в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке в 17 веке. Она была бесплатная. Сейчас это самая дорогая земля в мире. Давайте еще послушаем наших слушателей. Алло, здравствуйте. По второму разу вопросик маленький. А налоги-то платите с этой валютой? А мы уже это рассказывали в нашей программе. Мы как раз все... Налоги платите государству. Государству пока не понимают, что с этим делать. Потому что неуплата налога – это подрыв государства, который граждане... Если не платите налоги. Если не платите налоги, то, что вам даст развиваться. Ребята, вы что? Спасибо большое за ваше мнение. Я хочу сказать, что даже в прошлом году мы участвовали в ВИД вместе с Центральным банком Латвии и проводили несколько семинаров, собственно говоря, как учитывать прибыль, расход, доход от криптовалютных операций. Честно говоря, мне не очень известно, чем все это закончилось. И с точки зрения, скажем так, бизнес-практики, сложившейся, то, что они предлагали, немножко отходило от сложившейся европейской практики. Но, тем не менее, такие вопросы у них стоят, они над ними размышляют. И опять-таки здесь речь, как только мы говорим про неуплату налогов, у нас сразу возникают какие-то картины миллиардных корпораций, которые что-то там укрывают. Вот здесь, не думаю, что стоит речь о том, что люди не заплатили там свои пять евро с двухсот, которые они когда-то инвестировали. Если, как и в любой абсолютно отрасли, которая развивается, да, тем более, в общем, здесь очень много схожих таких налогий, как с, не знаю, золотой лихорадкой в Америке, например, да, и майнят, добывают эту валюту. То есть, там получается, что можно делать деньги не только на самой валюте, но и на всей околотусовке. То есть, нужно оборудование для того, чтобы майнить эту валюту, нужно электричество для того, чтобы ее делать, нужно, там, не знаю, какие-то специальные приборы для того, чтобы что-то там, куда-то что-то преобразовывать. Да? Это целая индустрия уже. Да, как говорил Антон, собственно говоря, когда концептуально придумывалась история про децентрализованную финансовую систему, то у майнеров, то есть, майнер – это тот человек, который поддерживает один узел децентрализованной сети для того, чтобы могли производиться транзакции. И вот на концептуальном уровне, когда все это проектировалось, была заложена идея, что майнер замен должен что-то получать. Собственно говоря, история про криптовалюту, она выросла из этого, что я поддерживаю сеть и получаю, собственно говоря, от этого какой-то кусочек. То, что сейчас я могу поменять добытый биткоин на евро, доллар или десятки тысяч евро – это вопрос исключительно рынка. Поэтому он может быть ноль. Но сама концепция подразумевает, что я поддерживаю сеть и получаю за это определенные блага в рамках, собственно говоря, экосистемы. Это возвращает нас к истории про самоуправление, что у нас есть закрытая экосистема, и каждый человек, который ее поддерживает, получает определенные блага от того, что он содержит ее в порядке. Давайте еще послушаем мнение дозвонившуюся. Алло, здравствуйте. Нет, это я повторный вопрос. Где же все-таки заработать можно? Где зарплату платят биткоинами? Не майнить, а заработать. Спасибо. Я лично знаю один британский стартап, который занимается тем, что позволяет делать payroll, собственно говоря, выплаты в криптовалютах. Но на самом деле это вопрос чуть более интересный, потому что недавно мы общались с одними ребятами, которые сказали, что мы хотим полностью обеспечить легальную выплату в криптовалюте. Все, мы готовы налоги платить, нам просто интересно, как это работает. Формально никак не работает. Мы договор подписали, я вам отправил, вы должны все это сами задекларировать и свой доход указать. То есть, пока это все находится в такой интересной стадии, что, кстати, позволяет снизить транзакционные сдержки, если мы говорим про какие-то большие выплаты. То есть, представьте, у вас есть, допустим, 100-200 человек, которым надо платить на гонорар. И сейчас, если вы используете стандартные финансовые инструменты... Можно прийти к работодателю и сказать, хочу зарплату в биткоинах? Думаю, что если они у него есть, то да. Ну, и в конце концов, если это частное предприятие, частное предприятие, видимо, может все-таки самопринимать решение. Бюджетники навряд ли. Но, кстати, вопрос к Антону. Антон, скажи, пожалуйста, вот мы слышали, что поминаемая уже тобой сегодня Набиолина говорила уже о создании отечественной криптовалюты, государственной. То есть, нужно бояться какого-то попытки государственного зарегулирования криптовалюты? Ну, во-первых, когда они ее сделают, Эльвир Сахипзадом уже в этом будет занимать постцентробанк, потому что в России все непредсказуемо и поменяется, я надеюсь, в ближайшие уже год-два. Ты очень оптимистичный молодой человек. Сколько уже можно терпеть? Это раз. А два, все центральные банки мира сегодня думают над тем, чтобы сделать свою квазикапитовалюту. То есть, по большому счету, это перевести старые технологии, которые писались под старую финансовую систему, под старые деньги, на новую какую-то платформу и новый формат. Для рынка это развитие для технологии как таковой, потому что в это будут вбуханы деньги, будут написаны какие-то системы. Для изменения технологии банков, потому что их будет меньше бумажек, будет дешевле. Для рынка криптовалюты это по большому счету не важно. И главное, что бы ни делало российское государство, нам уже давно пофигу в данном случае, потому что мы самостоятельными стали. Спасибо криптовалютам. Ну, надеюсь, что когда будет крипторубль, к тому моменту додумается отменить валютный контроль, потому что в стране, где есть ограничения по движению капитала, все остальные финансовые инновации абсолютно бесполезны. Вопрос к кухарке. У нас буквально одна минута, даже меньше. Вопрос к кухарке. Покупать криптовалюту? Конечно, да. Конечно, покупать. Всегда. Потому что я быстро-быстро отвечу. Рано или поздно вам придется с этим столкнуться. Лучше вы столкнетесь рано. Большое спасибо. А вот давайте посмотрим, что будет через 10 лет. Я думаю, мы пораньше увидим, что будет с новым экономическим миром. Большое спасибо, что были сегодня с нами. Алексей Поспехов, Антон Меркуров, Лена Лукьянова. И Кюля Писпани. Ведите себя плохо.